Самуил Яковлевич Маршак Даму сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку, и маленькую собачоку. Носильщик пятнадцатый номер везет на тележке багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку, а сзади везут собачонку. Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь? Красный, желтый, голубой, не угнаться за тобой. Я тебя ладонью хлопал, ты скакал и звонко топал, ты пятнадцать раз подряд прыгнул в угол и назад. Как привычно в мое существование, а дальше что? А дальше ничего. Забудет тело имя и прозвание. Не существо, а только пищи с котенком поссорились в углу. Сердитая хозяйка взяла свою муту и вымела из кухни дерущихся котят, не справившись с плотом. Кто прав, кто виноват. Ищут пожарные, ищут милиции, ищут фотографов в нашей столице. Ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет двадцати. Среднего роста, слечистый и крепкий. Будет он с белой футболки и кепки. Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего. План сменяется чадом угарным. Гонит насос в водяную струю. Женщина, плача, подходит к пожарным. Девочку, дочку спасите мою. Нет, отвечают пожарные дружно. Девочка в здании не обнаружена. Все этажи мы сейчас обошли, но никого до сих пор не нашли. Вдруг из ворот обгоревшего дома выжил один гражданин незнакомый. Рыжий, а државчий, весь в синяках. Девочку крепко держал он в руках. Дочка заплакала, мать обнимая. Парень вскочил на площадку трамвая. Тенью мелькнул за вагонным стеклом. Кепкой махнул и пропал. Редактор субтитров А.Семкин